Всем привет! У нас сегодня разговор снова про разработку приложений под Linux. И я опять вас всех обманул. Я обещал, что сегодня будет тестирование. Уже во второй раз обещал тестирование. И во второй раз всех обманываю, тестирования опять не будет. Я сейчас скажу почему. У меня остался с прошлого раза должок, связанный с работой с библиотеками, как сформировать библиотеку. И я начал с этим более-менее разбираться, в смысле оформлять методичку, и понял, что она довольно здоровая. И если воткнуть ее и тестирование в одну лекцию, то она просто не кончится вовремя. И я нашел лекцию поменьше, которая ближе, кстати, лежит к вот этой теме. И мы сейчас как раз попробуем поговорить про довольно простые вещи. Это на самом деле лекция должна была быть одна из последних. Она относится к понятию дипломент, как нам устанавливать наш уже собранный проект. Но по большому счету разницы-то никакой. И мы сейчас попробуем на все посмотреть. Я не уверен, что вот эта большая, получившаяся такая полуторная лекция окажется меньше, чем та, которая с тестированием. Просто очень не хочется тему тестирования замешивать на что-то еще. Тема работы с библиотеками. И мы сейчас прямо, знаете, что сделаем? Мы прямо напишем путем копипасты, а может быть, ну даже не знаю, может быть путем прямого построения, благо все просто. Мы тут, правда, я уже, я уже этот самый, уже сегодня подготовил, когда готовился к лекции. Я, собственно, что было, я готовился к вот той лекции по тестированию и за час до лекции понял, что я не хочу так делать. И у меня такой случился спидран, я все-все-все-все-все-все переделал. Ну вот, значит, давайте попробуем сначала в режиме реального времени что-то поделать. А если нам его начнет не хватать, будем работать в режиме копипасты. Значит, напишем библиотечку. Библиотечка, которая ничего не делает, вообще ничего, она такая, библиотечка такая, без вот, вообще ничего не делает. В ней даже и стадиоаж нету, а есть только функция inc от n, которая возвращает n плюс 1. Да, вот, прям вот тупенько-тупенько. Вот это у нас, значит, будет библиотечная функция. Вот это, давайте не один, давайте мы здесь поставим константу, ну, например, inc var. Да блин, вот, inc var. Соответственно, этот inc var нам нужно определить в каком-то другом файле, ну, скажем, inc globals, libg.si. Вот, тут вообще ничего не будет, кроме int, этот самый inc var. Вот, можно даже глобально его нарисовать равным единичке. Вот, это будет глобальная переменная, вот здесь она будет, вот. Теперь мы, значит, должны хедер сделать, чтобы, чтобы, чтобы в нем его описать extern int, inc var, да, и заинклюдить его сюда. Include. Ась? А, нет, не должно быть, я его случайно туда вставил, спасибо, сейчас поправим. Назовем его lib.h, да? Вот мы, значит, делаем инклюдник, в котором будет этот inc var, действительно, не этот, а вот этот. Вот, вот, и, и, сейчас, вот. Давайте мы еще сюда вставим прототип функции, в этот инклюдник. Вот, вот это уже будет как бы библиотечка, ну, и давайте напишем main, что ли. Да? Только назовем его inc.c, потому что это наша программа такая. Да, вот, что-нибудь типа if rgc меньше 2. f printf какой-нибудь, это было слово f printf. Вот, у нас будет функция программы, которая увеличивает число на единицу. Да? Вот это что-нибудь в таком духе. Ну, естественно, это я зря так сделал, надо было еще сделать вот так вот. Ну, короче, вот. Вот, да, а иначе выведем printf, процент d, inc, да, значит, нам нужно здесь заинклюдить. include, да, там кто-то мне сказал, что доллар s где-то я написал. Да, действительно, написал. Спасибо, это сокращенец был, он внимательный. Вот. de, include, de, de я сказал, ну, а, я тут нажимал, что-то я нервничаю, зря я нервничаю. Да, что там у нас? lib.h, потому что нам нужна функция эта. Вот, inc, вот, atui, от rgv1. Осталось только еще atui. Да, давайте, хорошая идея. Еще atui надо описать, потому что он на нее ругается. Там-то в стыдолибе находится. Там-то находится в стыдолибе. Вот, примерно такой у нас будет текст. Вот, значит, понятное дело, что мы можем поступить трояка. Мы можем для начала просто взять и скомпилировать это все. Ну, нет, не это все, а вот это все. Да оно как-то заработает. Вот. Но мы, конечно, при этом не скомпилируем библиотеки. Хотелось бы уметь скомпилировать библиотеку. Библиотеки, как вы помните, бывают двух видов в Linux. Статические и динамические. Вот. Со статическими библиотеками мы... Ну, с ними разговор короткий, на самом-то деле. Давайте попробуем. Make... Что там у нас? lib.o, да? Вот. И lib.g.o. И что-нибудь типа... cc звезд точка о минус static минус o lib.inc.a. Статик. Что тебе не нравится? У меня определенная ссылка на main. Ну, lib.inc. А я забыл, кстати, там не так просто. Как... Как... Это он хочет. Да, там надо еще как-то с библиотекой его... Давайте посмотрим, как собирать библиотеку. У меня был... Очень хорошая документация по лифтулу оказалась. Хотя сам лифтул довольно мутноватый инструмент. Вот. А, вы видите, они вообще не запускают cc, они запускают прямо архиватор. Arch, create, архив, вот. Кто не знает, библиотека статическая это просто архив. Вообще. Архив. В плане архив. Архив это такой файл, в котором много файлов содержится. В формате R. Самый древний в мире архиватор. Я надеюсь, вы не путаете архиватор и упаковщик, то бишь компрессор. Это два разных совершенно инструмента. Совершенно необязательно они должны уметь оба одно и то. Ну, как бы... Архиватор это не то, что уменьшает размер, а то, что складывает несколько файлов в один. Вот. Вот. Вот это он самый. Так что, вот видите, они говорят, что вообще можно... Сейчас. Ну, ладно, не будем тогда пока... Я честно не помню. Давайте погуглим. Нет. Нет. Я против. Давайте погуглим. Давайте погуглим, потому что... Ну, таки да, они не умеют ГЦЦ это делать, или, по крайней мере, не хочет. Он делает это ARM. Ну, ARM так ARM, господи. А он умеет просто... Я думаю, что тоже нет. Там надо передавать... Ну, короче. R так R. Какая разница? Это все равно. Мы можем сказать R, R, C... CR, точнее. Да? Звезд точка O. Только сначала, по-моему, имя файла. Lib. Inc. Точка A. Вот он их собрал. И теперь мы можем сказать минус L точка. Минус... Это значит, что... Библиотека. Минус L. Inc. Это значит Lib. Inc. Помните, что минус L приписывает суффикс к имени файла еще Lib. Вот. Была такая библиотека, она до сих пор есть, называется Libiberty. Libiberty. В ней определены разные функции, которых может не быть во всяких экзотических операционных системах, ну, пользовательских. Вот. И вы пишете CC минус Liberty. Ну, что-нибудь такое. Ну, вот. Минус L. Inc. Что там у нас? Inc. точка C минус... Ну, и хватит. Чего ему не захотелось? Library path. Иначе он этот inc не найдет. Так. Ну, что-то он мне не захотел собираться с... Давайте посмотрим. Мы же для этого и сюда пришли. nm. Вот есть inc. А! В обратном порядке. Я тупой. Значит, есть такая интересная тема. Есть такая интересная тема в компиляторе, что последние много лет он умеет... Это называется as needed. Подключение... Подключение символов as needed. Он берет файлы, их анализирует, смотрит, какие там нужны символы, и на основании этих добавляет эти символы. И если вот в таком порядке мы напишем, то мы сначала скажем, ну вот тут есть библиотечка, а потом мы скажем, есть файл inc.c. К тому моменту, когда мы дойдем до файла inc.c, компилятор уже определит, что из этой библиотеки не нужно ничего. А в обратном порядке он сначала посмотрит в inc.c и увидит, что ему нужен символ inc.c, поищет его в этой библиотеке и найдет. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что у вас, во-первых, лишних символов вообще никогда не приедет с компиляцией, с линковкой. А во-вторых, если у вас несколько библиотек, не дай бог, провозят один и тот же символ, то хотя бы понятно, какой из них окажется первым, с каким будет компоном. Ну вот, собственно, все. Мы помним, что статическая сборка, она довольно большая. Вот, значит, да, вот 20 килобайтов занимает эта штука без отладочной информации. Теперь давайте попробуем собрать динамическую библиотеку. Для этого нам нужно ее перекомпилировать, потому что динамическая библиотека, если помните, поскольку она может быть загружена в любое место в памяти, разделяем библиотеку, она, код, который там внутри, должен быть position independent, иначе она просто не загрузится. Вот, ему, значит, компилятору надо передать параметр cc минус fp, значит, что там, б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б, звездочка, лип звездочка точка си. Не так, да? А может быть и так lib звездочка точка c минус шарит минус шарит минус o lib пик инк точка so. О, получилось. Давайте удалим lib инк точка a от греха подальше и попробуем теперь скомпилировать. Обратите внимание, что теперь наш файл динамически слинкованный. Вот, пожалуйста. Зависит, да он слинкован вот с этими библиотеками, из которых одно он не находит. Почему не находит? Ну, потому что в том пути, где у нас лежат динамические библиотеки, библиотеки libink нету. И он не запустится. А как он запустится, давайте вспоминать. Что нужно сказать, чтобы запустился этот файл? А? Ну, LDLabReport, да. Или LDLabReport, именно так. Надо переопределить, переопределить что-нибудь вот такое. И тогда он и библиотечку найдет, и, видимо, запустится тоже. Да, вот он запустился. Совершенно справедливо. Такие дела. Вот, значит, мы посмотрели, какие способы бывают линковки с библиотеками, но тут начинается проблема. Представьте себе, что у вас здоровенный проект, и вам нужно вот с этим вот упражняться все время. А еще в вашем проекте собирается библиотека, и эта библиотека бывает статическая, бывает динамическая, бывает и та, и другая. А еще для того, чтобы собрать статическую библиотеку и динамическую библиотеку, вообще говоря, компилятору надо передавать разные ключи. Вообще-то. И так дальше, и так дальше. Короче говоря, при подготовке библиотеки, да, я вижу, что слишком темно у нас, да. Да, при подготовке библиотеки у нас, оказывается, очень много действий надо проделать. И банальным make-файлом, в общем, дело не ограничивается. Хотя я даже такой make-файл написал. Вот он, банальный. Вот даже у меня есть какое-то, что-то вроде тестирования с перегрузкой LDLAB Repal. Вот. Значит, ну тут все то же самое, как видите. Так вот, Leptool предназначен ровно для того, чтобы в ваших больших проектах вы не особо заморачивались тем, как на самом деле собирается, как на самом деле тестируется. И вообще запускается библиотека, а также файлы, которые с ней, бинарники, которые с ней собраны. Сделано это довольно таким грубым способом, потому что, когда Leptool создавался, на свете было очень много операционных систем, у всех все было по-разному. И не было универсального способа на всех операционных системах как-то так тоненько настроить, значит, вот LDLAB Repass или там что-то еще, чтобы все заработало. Вот. Поэтому мы сейчас увидим, как это устроено. Но, тем не менее, давайте создадим... А можно и руками, на самом деле, все это запустить. Совершенно необязательно make-файл создавать. Я просто на него буду глядеть, как на проект. Итак, в чем идея? Вместо запуска компилятора у нас будет запускаться инструмент под названием Leptool, которому, можно говорить, скомпилируй, скомпонуй. И я вот тут опустил, просто времени нам не хватит. На самом деле, еще потом отлаживать тоже надо через Leptool, потому что так не заработает. Мы сейчас увидим, почему. Вот. Скомпилируй, скомпонуй. А вот здесь будут запускаться, собственно, команды компиляции. И Leptool их будет сам парсить и выяснять, что для вот этих команд компиляции или для вот этих команд компоновки в действительности нужно делать. Ну, давайте с этого и начнем. Давайте, значит, у нас вот точка O. Это все удалим. Ну, не это, а вот это. Удалим также и out, который нам не нужен. И скажем, Leptool, минус-минус mode равняется compile. Вот. Почему-то на моей машине надо обязательно говорить, что это C-компайлер. Вот. Он говорит, я не нашел тага. Ну, ладно, не нашел и не нашел. Вот. Дальше. Компилятор. Просто компилятор минус C. Минус C, это значит до объектного файла только скомпилировать, да. Гцц минус C минус G, можно на всякий случай с отладчиком. Что у нас там? Lib.c минус O. А, кажется, все. Вот. Смотрите, что он делает. Он собирает сразу два объектника. Первый объектник явно для сборки динамических библиотек. Второй объектник для сборки статических библиотек. И на всякий случай от него, с TDR, весь, вообще все от него убрано. То есть предполагается, что вот здесь будут все нужные нам сообщения. А удваивать их совершенно не обязательно при компиляции. Вот. Как видите, особой разницы нет. То мы могли бы и руками все это проделать. Но тут одна команда, и у нас сразу два разных файла. Вот у нас есть .libs. И вот у нас есть вот здесь. Причем обратите внимание, что еще создался специальный файл текстовый под названием lib.lo. Это, собственно, где написано, где лежит position on dependent object, и где лежит non-position object. Ну, такую же фигню проделаем с lib.g. Вот. Опять-таки, теперь у нас есть lib.g.lo. И это вот универсальный описатель того, какие объектники бывают для каких режимов компоновки. Вот. То есть, фактически, в данном случае, липтон выступил такой легкий врапер вокруг... Давайте это тоже удалим. Легкий врапер вокруг компилятора. Ничего пока что запредельного он не сделал. Но он, как это, лихабиное начало. Вот. Давайте теперь соберем библиотеку. С библиотекой та же самая история. Мы должны сказать минус мод линк, указать тег, дальше запустить так, как мы обычно собираем библиотеки. Значит, lib tool минус мод линк, указать тег, указать gcc, минус, минус, там даже минус шарит не нужно. Потому что сейчас увидите, почему. Минус о. Получается, что ли, инк точка ла. Вот. Дальше. Сейчас, только погодите, я не скомпилировал еще один файл. Да. А, нет, библиотеку, я все скомпилировал. Инк точка ла. Что там? Лип звездочка точка о. Кажется, все. Что? Нет. Где минус-минус? Да, минус-минус, так, спасибо. Сейчас давайте подглядим в шпаргалку. Вроде бы я все сделал. А, минус-рпас еще. Значит, если я не скажу минус-рпас, что произойдет. Если я не скажу минус-рпас, она попытается собрать библиотеку статическую. А. Точка А. Да. О, вот. Если я скажу libink точка А, она соберет статическую библиотеку. Вот. Так же, как мы это сделали. Плюс еще запустят runlib, который оптимизирует библиотеку. Ну, сейчас давайте посмотрим, что такое runlib, но это не очень важно в данном случае. А, понятно. Он соберет архив и сделает к нему индекс, чтобы быстрее работал просмотрщик. То есть, ну, как бы внешний индекс прикрепит к нему. Ну, не важно. Важно то, что если мы скажем вот так вот, и скажем ему параметр rpath, это место, куда мы предполагаем установить нашу библиотеку. То вместо... Че? Ты какую-то чушь несет. Давайте попробуем. А, я знаю. Мы собрали неправильно. Ну-ка, секундочку. Это не то. У нас же минус compile был неправильный, да? Ага. Вот. Смотрите, кто пришел. Он не может так просто собрать. Мы же ему сказали просто lib.o. А lib.o, которые лежат здесь, они скомпилированы для статических библиотек. А те, которые для шарит библиотек, они лежат вот там. Вот. Но на самом деле нам не нужно так делать. Мы должны просто сказать точка lo. И вот тогда он все сделает как надо. То есть что мы сделали? Мы вместо того, чтобы каждый раз указывать, из каких конкретно исходников нам нужно, какие конкретно... Давайте я сейчас проверю свою гипотезу. Вот. Смотрите как. Вот такая команда правильная. Она работает в обоих случаях. Указали RPAs, собирает shite library. Не указали RPAs, собирает static library. Из нужных бинарных, из нужных объектников. Вот. Видите? Здесь она собрала их из ellipse. Где она тут? Сейчас. Давайте все сначала. Я запутался. Вот в одном месте. Да. Давайте удалим все это. RMP, либо ING. Так. Значит, еще раз. Нам нужен мод compile. Скомпилировали. Скомпилировали. Да. Попробуем собрать статическую библиотеку. Собрали. Вот. Где она? Да вот она. Попробуем собрать динамическую библиотеку. С указанием RPAs, с указанием того места, где эта библиотека, по идее, должна лежать. Собрали. Где она? Да вот она. Ну, тут плохо видно. Сейчас мы перекрасим. А, нет, вот она. Почему? Видно. Обратите внимание также на то, что еще Leptool за нас занялся версионированием. Мы помним, а может не помним, тогда мне придется об этом рассказать, что у SO-библиотеки на самом деле есть так называемый SONAME. Это ее имя и версия. В версии три числа обычно используется. Мажорная версия АБИ считается, что если версия АБИ поменялась, то вы не можете слинковаться с этой библиотекой той программой, которая собрана с предыдущей версии АБИ. То есть если поменялась мажорная версия, считается, что АБИ поменялась настолько, что она несовместима с предыдущей версией библиотеки. А субмажорная и минорная версии, они о чем-то другом говорят. На это есть несколько разных соглашений. Вот одно из них как раз используется Leptool. То есть одна и та же команда с указанием и без указания ключа AirPath понимает, что мы хотим статическую библиотеку или динамическую, и на этом основании их генерируем. Вот. Как видите, при этом... Вот тут, конечно, плохо видно. Давайте мы еще сейчас придумаем такое, чтобы стало видно хорошо. Вот я хочу... А, 33. Вот. Сейчас. А, точка Lips. Ну вот, совсем другое дело. Ну так вот. Вот так вот оно себя ведет. Значит, LA файл у них у всех общий. Да? В действительности все три варианта. Точка SO вариант, в котором сунейм только засунут внутрь, а снаружи он не виден. Точка SO с мажорной версией, потому что, напоминаю, мажорная версия означает изменение ABI, вы не можете файл, который слинковался с точкой SO0, заставить работать с точкой SO1. Да? И, собственно, сам файл с тремя версиями, он все здесь указан. Вот. И, как ни странно, что самое удивительное, что самое удивительное, работает все варианты. А, мы еще не собрали библиотеки, мы не собрали еще программу. Теперь давайте собираем программу. Да? Нетрудно догадаться, что это будет тоже сделано через Liptool. Вот. И тоже Liptool минус Modeling. Примерно так же все это будет выглядеть. В качестве исходников мы ему выдадим какой-нибудь файл, еще main.o нам нужно скомпилировать, ну, допускай. И вот этот LA файл со словами вот с этой библиотекой, в каком бы ни было она виде, линкуйся, пожалуйста. Интересно, что будет. Так, сначала надо скомпилировать, компайл, еще скомпилировать, компайл, скомпилировать этот самый inc.c, да? Вот. Теперь мы должны ему сказать, что вот этот inc.c равняется link. Link. Так, inc.o. Libbing.la. Да? Вот так, так же, так же, все просто. Все так просто. Да? Вот, вот, да, 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 все. И что там? А, минусо target. И минусо, минусо inc. Да бога ради, он как-то взял, как-то сам скомпилял, вот, вообще особо не парить. И у нас даже собрался бинарник под названием inc. И он даже запускается и безо всяких, безо всяких этих самых работает. Хотя он, наверное, является все-таки динамическим, потому что, потому что он скомпилировался любым к словам. Какие-то чудеса. На самом деле не чудеса, а адская совершенно магия. Знаете, почему? Потому что это не бинарник. Это shell script. Это shell script, который внутри себя всю ту самую магию, собственно, и делает. Платформа независимая. Которая будет работать на любой операционной системе Unix-подобной, даже не только на ней. Да? В действительности он дергает какую-то эту самую. Ну да. В действительности он дергает какую-то, какой-то LD-прилод. Ну давайте его запустим, что ли. Запустим вот так вот. Вот он тут устанавливает целую кучу всяких LD-прилодов. LD-лайбрепасов, всего остального. Он даже может по ходу, если увидит, что у вас изменились исходники, перелинковать их заново еще раз. И потом только запускает вот такую программу. Но эта программа уже точно программа. Илтинг тоже. Это она же вообще. Да? Вот они одинаковые. Ну вот. То есть мы обмазали нашу сборку библиотеки некоторой магией, которая со стороны выглядит как нечто не то чтобы совсем лишнее. В действительности вот такие команды все-таки попроще, чем в большом проекте, по крайней мере, будут, чем то, что было. Но эта магия оставила очень много всяких генератов. Но мы же умеем уже удалять генераты. Мы всегда этим занимались. Чтобы окончательно с этой темой закончить, расскажу еще две вещи, мы пойдем дальше. Сначала про версионирование. Сначала вот про этот самый 0.0.0. Как я уже говорил, у Сунейма есть, ну, понятие имя и версии библиотеки, есть версия мажорный, минорный или минорный, субминорный номер. Вот как это толковать? Вопрос сложный. Разные обстримы по-разному это думают, но уговорено, что вот эта старшая версия библиотеки, вот та самая, которая точка 0 у нас здесь, да, и это как раз версия B, которая если меняется, то библиотекой пользоваться, ну, как бы, если у вас клиент, ну, клиенту нужна одна версия B, а у библиотеки другая, пользоваться ей нельзя. Значит, что касаемо лептула, то у них немножко противоестественное понятие об этой нумерации, но эта противоестественность не мешает жизни. У них есть понятие следующее. У нас есть понятие current, revision и age. Current – это версия. Current прибавляется единица, как только вы изменяете обе, то есть как только вы вносите какую-то несовместность. Между старой версией библиотеки и новой версией библиотеки, то есть бинарники не смогут с ней работать. Вот. Про это пока подождем. Revision – это когда вы изменяете исходный код библиотеки, но не меняете обе. Чтобы можно было бы рассказать, вот эта библиотека новее вон той, у той версии, значит, current и age совпадают, а revision чуть меньше. Это значит, что ваши файлы, ваши бинарники, которые с ней слинкованы, запустятся и на новой версии тоже. Потому что обе не поменялось. Ну, что-то там подправили, скорректировали вывод или еще что-то. А age – это такая специальная штука, когда в обе не появляются деградации. То есть, когда вы что-то добавили в библиотеку, но ничего не удалили и не поменяли. Зачем так? А затем, что с такой библиотекой все старые клиенты будут работать, даже если в ней изменилась ABI и появились какие-то новые функции, например. Не нужно считать, что при таком обновлении у вас пропадет обратная совместимость. То есть, ABI изменилось, но оно изменилось без деградации, изменилось обратно, совместимо со старым вариантом. Вот такие три числа. Кстати, есть одна из дисциплин, которая предписывает не менять current, если у вас ABI только увеличилось. Вот, две разных дисциплины, тут есть некоторая мутность. Видите, я так торопился, что… Ну вот, соответственно, давайте укажем, скажем, версию инфо 8.3.1 при нашей сборке. Вот мы собираемся собрать библиотеку. Вот она, да? Минус version info. 8.3.1. Version. А, только через двоеточие. О! Давайте посмотрим, что у нас сгенерировалось в точке эллипси. Во! Значит, почему 8, а не 7? Значит, какая логика преобразования этого самого… Какая логика преобразования… Одного в другое, ну, она не совсем такая. Видите, я поменял… Поменял H, и вот тут превратилось в 8. Ну, короче, вот это вот 7 плюс 1 равно 8. Логика такая. Вот. Не спрашивайте меня, почему так. Вот. Идея состоит в том, что поскольку у нас вот это вот, вот это вот, это же всего лишь, всего лишь revision, да, он ни на что не влияет. Он совместим. Да, вот это всего лишь revision. Вот это и вот это как бы в сумме дают новую версию библиотеки. Но когда вы увеличиваете только… Ну, короче, вот. Но, но, зато, зато, зато вы можете довольно четко обеспечивать… Смотрите, вам, в общем-то, все равно, как вот это называется, да? Вам важно, как у вас разработка устроена. А в разработке есть очень четкие правила, да? Очень четкие правила, в которых написано. Любое вмешательство в обеи меняется current. Кстати, вот этот вариант надо вычеркнуть, потому что, потому что в действительности он не увеличится, если… Он вычтется, да? Мы видели, мы увеличили то и другое. Вот. Любое вмешательство в обеи меняется current. Вот. Недеструктивное вмешательство в обеи, но оно есть вмешательство, меняется age. Вот. Вот это убираем. А отсутствие вмешательства в обеи меняется только исходник и меняется revision. Вот. Идея состоит в том, что если вы вмешались в обеи, то вы должны одновременно увеличить и age, и age, и current, а потом он из него вычтет и скажет, а суннеем останется прежний. Вот. Ничего не понятно, запутал всех. Ну так, давайте еще раз. Давайте посмотрим, значит, что чему соответствует. Вот эта чиселка соответствует субминорному варианту. Это просто, как это, чтобы отличить более старые исходники от более новых. Эта чиселка меняется только, меняется каждый раз, когда вы изменяете что-нибудь в исходниках. Вот. А если изменилась эта чиселка или вот эта, она обращается в ноль. Увеличивайте версию, обращается в ноль. Да. Вот эта чиселка, это мажорная версия, которая увеличивается всякий раз, когда вы что-то сделали с вашим обеи. Да. Вот, допустим, у вас есть 8.03. Предположим, вы внесли в обеи недеструктивное изменение, совсем недеструктивное, которое ничего не меняет. Нет, не так. Вы изменили исходный код, не изменили обеи. Что вы должны сделать? Увеличить ревизион. Было 8.03, стало 8.04. Предположим, вы внесли в обеи недеструктивное, но изменение. Добавили туда еще одну функцию, которая не была раньше. Что это значит? Это значит, что библиотека, которая будет сгенерена, будет обратно совместима с предыдущей версией. Тогда вы говорите, что надо увеличить на единичку H, сбросить ревизион, увеличить на единичку current. Что генерится? Генерится библиотека такой же мажорной версии, то есть с ней можно будет запускать старые библиотеки, а у нее увеличивается минорная. Еще раз поправили, еще одну функцию добавили. Увеличили здесь на 2, увеличили здесь на 10. Все еще совместимо. Внесли деструктивные изменения, удалили функцию какую-то. Некоторые клиенты могут перестать работать с вашей библиотекой. Увеличили здесь, а здесь написали 0. Все. Изменения. Вот такая вот дисциплина разработки. Может быть любая другая. Я сам видеть эту логику только сейчас при вас просек. Будемте честны. Но это вполне разумная логика. Мы тем самым меняем мажорную версию только тогда, когда между библиотеками есть реальная несовместимость, обратная несовместимость при эксплуатации. И тем не менее мы можем поменять вот эту версию при изменении АБИ. Вот это будет версия самого АБИ. А вот Сунеем, который будет сгенерироваться, он будет сгенерирован в расчете на то, что этой библиотекой будут пользоваться другие люди. Сокращение спрашивает, почему после 2 идет 8 и 11. В этом, разумеется, есть логика. Потому что, а какая разница, как называется, вот эта библиотека? Нам же нужна версия АБИ. И вот эта версия АБИ, таки да, 11. В АБИ мы внесли еще 3 изменения за это время. Просто предыдущие 2 из них были недеструктивные. Вот и все. Так что да, это 11 версия АБИ. Было бы время, я бы показал, что с такой библиотекой старая версия бинарника работает. Вот. Ну да ладно. Такая вот картина. Версионирование библиотек. Значит, вторая тема, которую я решил сегодня вместо тестирования рассказать, она хороша тем, что мы можем по ней, в общем, гулять довольно... А, нет, стойте, соврал. 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 Потому что... Вот. Значит, на самом деле, на самом деле, и тут, видимо, нам придется вместо прямого построения ограничиться копипастой. На самом деле, у лептула есть хорошая поддержка в автотулсах. Это часть автотулсов, на самом-то деле. Поэтому, возвращаясь к нашим конфигурякам и прочим makefile.am, мы можем очень-очень смело сделать это все более чистенько. Смотрите. Вот. Отлично, все чистенько. У нас код библиотеки лежит в SRC. Вот он. Ну, и код утилита тоже лежит в SRC. И тут ничего нету, кроме makefile. Даже makefile не нужен. Нужен только makefile.am. Вот. Чего-то я сделал не то. Вот. Да, значит, давайте посмотрим makefile.am с поддержкой лептула. Для этого в конфигуряке надо включить лептул, но мы сейчас на конфигуряк тоже посмотрим. Мы что говорим? Помните? Bing Programs. Inc. Собираем программу inc. Lib.lt.libraries. Библиотеки, собранные с помощью липтула. Lib.inq.la, та самая la, универсальная, да, универсальная липтульная библиотека. Lib.inq.la.sources. Lib.inq.la. Помните, что вот... Что... Переменные в makefile.am зависят от имени того файла, который мы генерим. Так вот, lib.inq.la.sources. Вот они эти sources, из которых мы его делаем. И для того, чтобы собрать программ под названием inc, мы говорим inc.ld.ad. L.D.ad – это флаг для компоновщика. Мы просто говорим, какие библиотеки добавлять? Да вот это тыла. Все, вот все, что мы сейчас делали руками, умещается в эти три строчки. Вот библиотека, вот ее исходники, вот эту библиотеку надо в inc добавить. Теперь, значит, посмотрим, как выглядит makefile.am в корне нашего проекта. Никак он не выглядит. Мы его собираем в анту утилиту. И давайте теперь посмотрим конфигуряк. Я его на этот раз генерил прям руками, без всякого автоскана. Даже вот так можно сделать. Значит, нам нужен 269 автоконф. И это, значит, паспорт нашего проекта. Кстати, обратите внимание, что версия проекта и версия оби библиотеки не должны совпадать. И лучше бы, чтобы они не совпадали. Ну, потому что они по разной логике увеличиваются. Вот. Дальше мы говорим автомейк включаем. Дальше мы говорим включаем липтул. И кажется, это все, что нам нужно добавить в конфигуряки. srcdir, конфигаж, proc.cc, headers, makefile, makefile в src и alt. Все. Вот единственная строчка, которая нам понадобится для включения липтула. И вот мне такое ощущение, что... Ну, это очень четкое ощущение. Я буквально полтора часа назад все это делал. У меня такое ощущение, что сейчас все заработает, только минус fis, надо было сказать. Да, минус f, i, s, v. Нам надо проинсталлировать все вот эти. Адмиссинг. Он собрал мне конфигурь. Конфигурь. Он собрал мне makefile, в том числе makefile в src. О, и он давай мне запускать липтул всевозможными способами. Вот. Вот такая вот, значит, простая вещь. Ну, по видимости, простая вещь, втаскивание липтула в автотулсы, потому что это его часть. И вот где-то там уже лежит этот бинарник, который не бинарник на самом деле. Вот тот самый shell script. Три строчки. Одна строчка в конфигуряке, две строчки, три строчки в makefile. Четыре. Вот к этому ребята, которые всю эту сложную штуку делали, к этому они и стремились. Отдельная статья, когда повышать версию библиотеки. Ну, мы уже примерно понимаем, когда. Да? А. Вот здесь написано, когда повышать версию. Все. Все тут написано. Вот. Теперь, значит, вторая тема. Все-таки приходим ко второй теме. Это как нам работать со сторонними исходниками. И здесь есть две подтемы. Этого, я повторяю, была маленькая лекция. Я поэтому решил ее сюда вставить. Я думаю, мы все успеем. Вот. Первое. Это как работать с патчами. И второе. Это как заниматься установкой в конкретное место. Да? Как деплоить. Ну, так, на скорую руку деплоить. Потому что дипломент настоящий. Такой сборка пакета, например. И это целый курс у меня есть. Надо, кстати, его как-нибудь перезапустить. Сборка пакетов. С пакетов. Вот. Но без этого он бессмыслен. Да? Вот. Без этого сборка пакета вы заняться не сможете. Без вот этого всего, что мы сейчас делаем. Да. Так вот, значит, первый кусочек, который сопровождается огромным количеством примеров на прошлой лекции, на самом деле совсем не сложный. И речь идет вот о чем. Когда я говорю про сторонние исходники. Представим себе, что мы работаем, что исходные тексты не наши. Не мы пишем эту программу. Но мы ее собираем. Вот Монтейнер, как я, например. Значит, нам нужно ее собирать, и она отлично собирается, если у Абстрима, у автора такие же понятия о том, как надо собирать и куда устанавливать, как у меня. Иначе нам приходится эти исходники слегка подправлять. Время от времени надо патчить прямо исходники на C. Очень часто надо патчить всякие мейтфайлы, автоконфы, и вот это все, потому что люди, ну, не всегда это умеют. Вот, хуже всего, конечно, с CMake, который почему-то несколько мутноватый. Люди пишут какой-то CMake, который, по идее, должен быть кроссплатформен, но на самом деле работает только на ихне Ubuntu или на ихне Винде, больше нигде. В остальных местах надо что-то исправлять. Так часто бывает. Вот. Ну, если только, конечно, у них сяй какой-нибудь не включен. Первый вариант, как поддерживать сторонние исходники, это просто взять все их, скопировать, лицензия позволяет, и стать самому обстримом. Вот. Очень часто такое наблюдается в проектах, значит, ну, прошлого тысячелетия. Open source? Open source. Скопировал, там, какую-нибудь замшелую версию библиотеки позапрошлого года, хорошо позапрошлого, десятилетий, недавность. И лежит она у тебя, а ты с ней собираешься. Почему нет? Лицензия позволяет. И это хорошо, если, например, обстрима больше нету, а ты хочешь обособить этот код, сказать, вот эта вот библиотека, я ее в 1900 каком-то году скачал, ну, или там, 2000 каком-то, да, и вот я ее пользуюсь, я ее трогать не буду, пускай лежит у меня отдельно под каталогом. Другой вариант, то, что называется форк, когда обстрим упрямый и не хочет твои изменения принимать вообще, вот, а ты очень много делаешь изменений, обстрим ничего не делает, заснул, но изменения не принимает, ты уже половину библиотеки переписал, ну, ты сам стал монтейнером. Окей, пожалуйста, тоже вариант. Недостаток этого аутскульного способа, все это надо поддерживать самим. Вышел новый версий компилятора, и внезапно библиотека 10-летней давности вообще перестало собираться, там ошибки полезли, ну, компиляторы сишные все интереснее и интереснее же со временем делаются. Вот. Второй вариант, настоящий true open source, вы пишете баг-репорт в upstream, висните на мозгах upstream, пока они, значит, ваши правки не включат. Ну, если это случилось, значит, вы хорошо коммуникабельный человек, и upstream тоже хорошо коммуникабельный. Такое часто бывает, потому что люди, которые разрабатывают свободные проекты, они, конечно же, как это, такая пресуппозиция благодарности. Человек пришел с патчами, эти патча ли патч превьюли, хороший годный патч, спасибо тебе, дорогой, ты сделал нам лучше. А еще есть вариант, которым сталкиваюсь все время я, это собрать эту библиотеку отдельно в пакет и монтейнить ее вообще отдельно, собирать ее каждый раз, когда выходит новая версия библиотека, а в наших исходниках просто, наши исходники просто с ней линковать, как мы вот это делали здесь. Вообще не заниматься инкорпорированием этих исходных текстов со своим проектом, а просто собирать два проекта. Чужую библиотеку, просто собирать, монтейнить ее, как монтейнер. А свой код писать, вот, так делается в линуксе. Но пакет делает монтейнер, придется нам вот эту библиотеку монтейнить, как монтейнер, то есть патчить и что-то с ней ходить. И вот здесь мы приходим к ситуации патчей. Если AppStream не принимает ваших изменений, а их не так уж и много, или если ваши изменения, они вообще-то не про исходники библиотеки, а просто про то, как в вашем дистрибутиве именуется каталог, дисциплина раскладывания документации, ну, какая-нибудь такая чешуя. Вам приходится патчить. Что такое патчить? Значит, слово патч долгое время воспринималось людьми, значит, которые немножко разбираются в компьютере, как такой программы, которые запускают, перехакивают к чертям другую программу, в бинарном виде, разумеется. Отхакивают оттуда, ну, не знаю, там, защиту пароля, там, систему микроплатежей отхакивают, и вот патч. Нет, конечно, в случае разработки свободной, открытой разработки, обычно патчем называется совсем другой. Какие есть варианты? Спачом или без патча? Вариант без патча очень простой. Вы берете руками, правите эти исходники, и дальше каждый раз смотрите глазками и вносите эти правки. Простой, но неправильный. Потому что как только выйдет новая версия обстрима, вам снова придется смотреть левым глазом в исходник старый ваш с вашими исправлениями, правым глазом в исходник новый с ихними исправлениями, а третьим глазом, значит, воображать, а в чем же разница, сложно. Впрочем, с изобретением гита все стало попроще, но мы сначала про патч. Получается, что? Получается, что вы берете исходники, адаптируете их и оформляете отдельным образом серию патчей, серию изменений. Эти патчи вы храните. Компилируете, релизитесь. Дальше. Приезжает новая версия обстрима. Вы пытаетесь ее запатчить старыми патчами. Часть из них прикладывается, а часть нет. Та часть, которая отвалилась, вы ее ручками потихонечку поправляете. Иногда бывает так, что обстрим прислушался к вам и применил ваш патч, но переписал его по-своему, и тогда ваш патч просто не нужен, вы его выкидываете. Бывает так, что обстрим почувствовал, что какая-то проблема в этом месте, и начал там суетиться, и ваш патч просто контексту не прикладывается. Ну, по-всякому бывает. Меняете патчи, обновленные патчи сохраняете, релизитесь. Потом снова выходят новые обстримные исходники из обстрима. Вы снова применяете патчами, снова частично отваливаются, частично применяются. Вы их снова адаптируете. И так по кругу до скончания века. Как вы думаете, почему репозиторий пакетов сообщества Альтлинукс называется Сизиф? Вот это оно. Это Сизифов труд. Только вы, значит, захакали, наконец, пакет, чтобы он нормально работал, обстрим выкатил новый и внес туда еще ошибок. Вот. Вот это вот. Здесь какая-то страшная загоголина. Давайте мы эту загоголину не будем смотреть глазками, потому что это ужасно. Давайте мы попробуем запатчить что-нибудь такое относительно небольшое. Давайте попробуем, что у нас тут есть. А, я же удалил все исходные файлы. Жжж. Тогда давайте все-таки скопипастим один из этих файлов. Он на самом деле... Нам все-таки не важно, что в нем лежит. Я вот к чему. Нам не важно, что в нем лежит в этом файле. Нам всего лишь важно, чтобы он... Не так, файл. Файл. О, он даже работает. Значит, там совершенно не важно, что этот файл делает. Он на самом деле делает врапер вокруг этого самого... Вокруг фоупена, чтобы он мог работать как оупен и досовывать такие флаги, которых у фоупена нет. Вот. То есть, чтобы можно пользоваться файл звездочкой, но при этом приносить с собой такие флаги, которые есть только у оупена системного. Вот. Мне в какой-то момент понадобилось это сделать. Видимо, в тот самый момент, когда я читал эту лекцию в прошлом году. Вот. А мы сейчас будем над этим стишным текстом издеваться и пытаться его, значит, превращать один в другой. Итак, вот у нас, значит, есть старая версия этого файла. Вы скачали новую версию, и она немножко другая. А, не так. Не так. Вы взяли и адаптировали что-то. Вам не понравилось, что здесь написано. Ну, не знаю. Не понравилось. И вы взяли что-нибудь, адаптировали, вписали сюда, например, моди. Вот. Получается, что у upstream файл такой, а у вас такой. Давайте посмотрим, чем они отличаются. Вот. У upstream написано так, а у вас написано так. Разница, в общем-то, никакой с точки зрения C. Ну, мало ли какую управку вносит. Вот. Значит, окей. Все пока хорошо. Давайте мы только сделаем не div, а div-u, потому что div-u, unified div, это более удобный для просмотра формат, в котором, как видите, еще и контекст показан. Да? Вот. У нас есть три строчки контекста, две строчки удалены, и вместо них две строчки вставлены. Обращаем ваше внимание на гранулярность работы программы div. Она работает построчно. То есть предполагается, что вы из вашего исходника удаляете, вставляете или видоизменяете определенные строчки. Ни слова, ни абзацы. Если бы разбор шел пословно, то сравнение, минимализация, поиск минимальных различий был бы очень длинным. А если бы разбор с более крупными элементами, то было бы неудобно. Но поскольку программы пишутся вообще-то построчно, и строчки не очень широкие, и в каждой строчке обычно написано что-то одно, то оказывается, вот именно div построчный, оказывается очень удобная штука. Гиджи точно так же работает, если упомнится. Мы к гиту еще вернемся. Ну вот. Вот эта вот штука и есть наш патч. В чистом виде это именно он. Мы можем даже написать вот так вот. My.patch. Ну, my.patch, неважно. Более того, еще редактор Vim его умеет раскрашивать красиво. И все остальные редакторы нормальные, умеют раскрашивать красиво патч. Тут сразу видно вот это, значит, какой файл был, это какой файл стал. Это, значит, контекст, то есть строчки, которые не поменялись. Это что удалилось, это что вставилось, а это опять контекст строчки, которые не поменялись. Плюс, получается, часть файла. Минус это старый файл, плюс это новый файл. Здесь же написано. Да, да, да. Это патч, в котором написано, в каком контексте встретилось изменение. Три строчки неизмененные. Дальше описание изменений. Вот это удалили, вот это вставили. Дальше три строчки неизмененные контекст. В чем фишка такого представления? Фишка такого представления в следующем. Предположим, в обстриме вышли изменения. И эти изменения, ну, не знаю, обстрим, что-нибудь такое. Я специально не исправляю сишный код, чтобы не наткнуться сейчас на проблемы с компиляцией. Обстрим, что-то такое тут вот, закомментировать, что-то такое вот, ну, что-то такое вот, внес там. Тут было слово фанкшн. Вот. Это новый файл. Обстрим что-то поправил. Ваша задача теперь взять и перетащить ваши старые изменения в новый файл. В действительности... Ага, отсюда виднее просто. Вот. Значит, вам нужно перетащить старые изменения в новый файл. Как это сделать? Ну, а же патч есть. Да? Который на iPad. Мы просто берем... Сейчас давайте мы запасем, чтобы вы увидели разница в файл 1. Значит, еще раз. Вот эта штука, это как превратить вот этот файл вот в этот. С помощью чего? Вот в этом контексте поменять одно на другое. А мы сейчас превратим вот в этот файл, вот в этот. И у нас все получится. Я вангую. Давайте мы запасем этот файл 1. А, можем сказать патчу. Сейчас. Минус B какой-нибудь, да? Да, точно. Мы можем сказать патч минус B файл 1.си меньше, чем из... Най точка патч. Он говорит, ща. И мы из файла файл 1. Мы его отпатчили. У нас создался файл .bug, .arig. Это оригинальный файл, исходный файл, который был. А вот этот файл, это файл с наложенными нашими изменениями. Давайте посмотрим. Вот они. Поскольку контекст, в котором upstream сделал изменения, никак не мешает нам накладывать наши изменения, они отлично применились. Вот. Простая логика. Тот патч, который вы проделали, вообще никак не интерферирует с теми изменениями, которые проделал upstream. Одно на другое накладывается. Предположим, следующую ситуацию. Upstream внес изменения, которые интерферируют с вашими изменениями. То есть его изменения по контексту где-то близко к вашему. Давайте посмотрим. Мы же сделали вот здесь изменения, да? А upstream сюда написал что-то типа такого. Почему эти изменения интерферируют с вашими? Потому что контекст теперь другой. Смотрите. Где у нас контекст? Вот он. И вот в этом месте контекст поплыл. Здесь написано вот так, а теперь у upstream написано вот так. Интересно, патч применится или нет. Нет, говорит. Один кусочек применился, а второй не стал. Что при этом сформировалось? У нас при этом сформировался частично отпатченный файл 2 и те изменения, которые были выброшены. А, нет, там было. Второго не было кусочка, извините. Я соврал. Да? У нас один только чанг. Как видите, не получается. Ну, хорошо, а давайте какие-нибудь более, более какие-нибудь такие вот такие прям не страшные изменения внесем. Вот, не знаю. Сейчас. А тут слово моду тоже было, да? Нет? А, нет, не было. О! Смотрите сюда. После того, как я внес в... После того, как я внес вот сюда изменения, в самое начало контекста. Очень небольшое. Добавил два символа. Что? Вапстрим. Патч наложился со словами. Ну, тут вот есть фаза, то есть, нечеткость размера 1. Что это за размер? Я не знаю. Надо документацию читать. Но нечеткость размера 1, это не страшно. То есть, вот, давайте еще раз. У вас был вот такой... Сейчас. У вас был в патче указан вот такой контекст. А в этом самом... В апстриме был вот такой контекст. И тут встретилась вот эта фигня. Да как... Вот такой контекст. Тут встретилась вот такая фигня. Ну, в общем, примерно одинаковый. Пускай накладывается. И наложился. А вот это уже очень интересно. Вот этот искусственный мозг. Он достаточно аккуратно устроен. Я в своей жизни, наверное, тысячами наложил патчи. И несколько раз я встречал такое, что вот в реал-лайфе не туда накладывалось. Вот. Этот искусственный мозг очень сильно упрощает работу монтейнера, работу человека, который патчет чужой код. А в случае, если у нас вот этот джанк... Ну, давайте ради интереса сделаем еще один вариант. Еще один вариант будет состоять в том, что у нас... Не, не так. Давайте сделаем новый патч. Значит, сейчас, секунду. Значит, это я хотел еще один пример привести, и мы перейдем уже к следующей теме, потому что она тоже нужная. Давайте мы сделаем два изменения в разных местах. Одно здесь, а другое здесь. Это мы делаем. Это наш патч. Что будет, если мы сейчас поддифим минус у, вот этот самый исходный файл .c, старый, с new1? Обратите внимание на то, что патч двухсекционный. В нем два так называемых чанка. Почему? Потому что два места с контекстом, а между ними еще какое-то расстояние, которое нас не волнует. Первый чанк в четвертой строке, второй чанк аж в 23-й строке. Три. Но можно указать. Вот. Причем там можно отдельно А большое, Б большое, автор и before. Сколько стоящих до, сколько после. Но если очень хочется. И вот в таких случаях может быть промежуточная ситуация. Это просто, чтобы вы понимали, какие будни тяжелые у человека бывают. И вот, значит, теперь это будет, что там у нас. Это был наш патч. Да? Вот представим себе, что upstream частично изменил контекст, который был. Прям контекст забил. А частично вставил правку куда-нибудь вот здесь вот. Какую-нибудь, неважно какую. Так получится, что из нашего патча один кусок применится, а один нет. Вот. Давайте попробуем. Нежные какие-нибудь опции запрещающие, если в один контекст произошел, все ничего не применят. Зачем? Вы можете попробовать приложить его, не меняя, сказать минус-минус данные. Да? Тут же идея как раз обратная. Как можно быстрее превратить код из старого в новый. Так, только я хотел сказать, файл 4, извините. Вот здесь вот они туда вставили какую-то хрень, которая будет интерферировать с нашим патчом. А здесь они вставили хрень, которая ни с чем не будет интерферировать. Вот. Значит, так, 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 так. Вот. Попробуем наложить на этот файл 4 наш патч, который назывался... А он никак не назывался. Минус-у файл точка си, ню 1, да? Вот этот патч. 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 Что там? Файл 4. Точка си на ню 1. Вот. Смотрите. Первый чанк не наложился, второй наложился. Правда, с отступом на одну строчку, потому что там новая строчка появилась. Но контекст-то найден. Подумаешь, собственно, отступ в одну строчку, какая проблема. Отступы вообще не проблема. Вдруг там человек 100-500 функций вставил, а контекст уехал на 100-500 функций вниз. Но нашелся. Ну вот. И у нас получается такая история, что у нас есть файл си, файл си-ариг и файл си-реж. И в этом файл си-реже остался только непримененный кусок, который мы вручную доприменяем. И тем самым мы проводим наш патч исходный. Мы его обновляем. Он теперь хороший, годный. Давайте мы прям так и сделаем. Вот. Вот этот патч не применился. Почему он не применился? А потому что файл 4.си теперь у нас вот тут хери. Ну, значит, это хери мы сюда вот просто прям в патч вставляем. Вот здесь вот хери. Да? Ну, там есть более сложные утилиты. Там есть утилита репатч, которая позволяет переприменять. Ну, у нас на это времени нет. Это действительно чуть-чуть в стороне от нашей общей темы. Вот я вангую, что я сейчас модифицировал этот патч таким образом, что теперь все сработает. Единственное, что мы должны этот файл 4 восстановить как был. Тут хери, а тут does nothing. Вот. А, нет, это полупримененное же. Блин, а как же это? А, рик, рик, да, да, да. Давайте мы их подложим обратно. Вот. Да, вот. Да? Значит, и попробуем патч. Короче, о, пожалуйста. Взял и применился. Вот. Вот. Да, такие вот дела. Да. А если несколько контекстов, которые вытворяют, какое можно? Первый. И это хороший, годный вопрос. Если внезапно вместо одного контекста оказалось два, то есть, допустим, человек программирует копипасты, и вы зафиксили одно место, а теперь таких мест более одного. Вам не повезло. Да, программирует копипасты, это, ну, в общем, зло изначально. Еще вопрос. Да? Контекст, ну, он улучшается сразу, да? Тогда он не приложится. А, нет. Ну, в смысле, контекст ноль. А, вот этот контекст ноль. Никто так не делает. Тогда он будет прикладываться ко всему, что шевелится, это нехорошо. То есть, к первой вообще? Да, да, к первой найденной такой строчке. Контекст нужен именно для того, чтобы не ошибиться. А если контекст, например, неправильный, или тогда уже такое тоже возможно? В моей жизни несколько раз такое было. То есть, ну, вот ровно так, да? То есть, все-таки, обычно, если нормально пишут люди, то чтобы контекст внезапно был такой же точно, но это было не то место, куда надо прикладываться, это очень редко бывает. Но бывает, конечно. Это только при копипасте бывает, да. Это бывает при копипасте. Вот. Значит, теперь у нас осталось 10 минут на тему, которую мы, наверное, так просто за 10 минут не осилим, но, может, и осилим. Да, тут еще гид. Слушайте, а давайте мы вот что сделаем. Давайте, поскольку осталось 10 минут, мы тему установки опять выкинем. И, да, утащим ее в конец, в диплоймент. Я так и хотел. А сейчас поговорим про гид немножко. Как раз нам хватит времени для того, чтобы поговорить про гид. Дело в том, что вот эта вот вся машинерия с патчами потихонечку отмирает, но не отмирает до конца. Отмирает она потихонечку из-за гида, который, как это... Сейчас покажу. Смотрите. Вот сюда, например. Вам это ничего не напоминает? И это div минус u. Точнее, это div минус минус гид. Кстати, не знаю, у нас он поддерживается, наконец, или нет. Не поддерживается. Все еще не поддерживается. Вот. Это почти что div минус u, в котором еще вот такие дополнительные комментарии вставляются, которых, естественно, нету. Это гидовые идентификаторы. Но которые патч умеет смело игнорировать. И фактически, если вы говорите git div, допустим, это какой был файл? Makefile.achillo.c, да? То это патч, который можно взять и приложить. Причем ручками. Смотрите, берем и говорим... Даже не так. Давайте скажем git... Как же так? Сейчас давайте посмотрим правильное слово. О, я забыл про патч минус минус вербосс. Патч еще умеет рассказывать, как он ищет свои эти самые чанки. Ладно. Вот-вот. Сейчас. Git-формат патч, конечно. Вот, смотрите. Такой прям патчик. В нем есть несколько дополнительных сообщений. Это просто git нам сформировал патч. Этот патч можно взять и наложить. Да, вот смотрите, сейчас. Давайте мы зачекаутимся вот отсюда. Только это минус бета МП. Вот. Че? А че тебе не нравится? Я уже куда-то вышел, что ли? Я в мастере. Я это забыл закоммитить, что ли? Да, это забыл закоммитить. Хорошо. Кстати, гиглог минус П точно так себя ведет. Он показывает патчи. Ну вот. Да, значит, смотрите. Git-чеккаут. А мы куда его написали? О, сейчас. Да. Ну, значит, сейчас сделаем. Git-формат патч. Формат патч. Head. Вот. Давайте мы его помоем куда-нибудь. Чтобы. Вот. Ну вот там какой-то патчик, да? Теперь говорим git-чекаут. Checkout минус b. TMP. Этот самый хет. Откатываемся на предыдущий. И по идее вот этот патч, который был между последним и предпоследним коммитом, мы сейчас на предпоследнем коммите сидим, да? В ветке TMP. По идее, этот патч тупо должен наложиться. Патч. Вот этот 001. Только он не наложился. Он говорит, а файл-то где, который мы патчем? И тут мы замечаем, что есть еще одно отличие у формата патча и у гиддифа. Он как бы сравнивает два каталога А и Б несуществующих. Ну, тогда мы просто говорим минус P1. Скипнуть один кусочек и спас. Что? А почему? Сейчас, секунду. Это какой? Фикс был? А почему? А почему он говорит минус R? Я так не играю. А, конечно. Мы не так... Сейчас. Мы формат патч сделали в обратную сторону. Сейчас, секунду. Так. Итак, значит, мастер. Гид формат патч-то как нужно делать? Показывай. Ну, вот тут вроде так написано. А почему? Ну, ладно. Давайте еще раз. Так. Вот гид формат патч. Формат патч. Фет. По идее, так и должно быть. Ну, что я делаю не так? Гид чекаут. Сейчас. Гид бранч. Бранч. Минус D. Минус D большое. Этот самый... Как мы его назвали? ТМП? Да? Чекаут. Минус B. ТМП. Хед. Вот, по идее, должен наложиться. Патч. Минус P1. О! Что-то я в прошлый раз сделал неправильно. Ну, вот смотрите. Вот, собственно, оно. Почему, поскольку время нас уже поджимает, почему патч не вымирает? Знаете? Потому что мы же могли сделать здесь GitM. Мы могли просто взять и применить этот комит, ну, помержиться с ним. Но не дай бог там произошли какие-то изменения. Гид в это не умеет от слова совсем. Гид ни в какой файзинг не умеет. Он может накладывать только такие изменения, которые чисто безо всякого фаза, безо всякого смещения в... Ну, нет, смещение умеет. Смещение контекста умеет, а файзинг не умеет. Понятно почему. Потому что, когда вы на автомате говорите GitMersh, и там применяется этот патч, и применяется он неправильно. Вероятность этого всегда есть. Вот. То потом вы это можете заметить только там через еще сотню комитов. Когда вы каждый патчик обсасываете и смотрите, вот он применился, вы смотрите, хорошо ли применился, собирается, не собирается, конечно, тут гораздо проще. Но очень часто ситуация у меня, как у Монтейнера, как раз в том и состоит, что Абстрим лежит в ГИТе, Абстрим выкатил новую версию, я помержился с этой новой версией. И мои патчи, которые лежат тоже в ГИТе, мои дифы, ну, мои не патчи, как они называются, мои комиты, которые лежат точно в ГИТе, которых надо ребейзить поверх этой штуки, и получается Git-ребейз минус-минус-эктерэктив, вот этот вот, вот этот вот страшный. Вот. Выход. С Абстримом синхронизоваться по ГИТу, а патчи держать в патчах. Тогда они могут накладываться с файзингом, тогда они могут накладываться со смещением контекста и так дальше. Вот. Поэтому и то, и другое существует в нынешних временах. Ну вот. Я даже в свое время накатал некоторый воркфлоу, как раз с синхронизацией по ГИТу, а хранением патчей в патчах. И этот воркфлоу работал так. Вы, значит, сначала синхронизируетесь два чистых мастера по ГИТу, потом накатываете патчи, формируете новую ветку, потом пытаетесь эту ветку ребейзить на новый Абстрим, там вываливаются, некоторые вываливаются несоответствия. Вы их ручками мерштулите с помощью гитмерштул вот этого страшного четырехоконного. Потом формируете новую последовательность коммитов, новых вот этих заребейзнутых. Из них формируется новый патч сет, все возвращается на круги своя, только патчи новенькие. И даже несколько пакетов так монтейнил, но потом почему-то забил. Не помню почему. Ну вот, таким образом у нас сегодня, значит, слово установка исчезло из разговора, а вместо этого был лептул и работа с патчами и немножко ГИТом. Вот такая вот получилась лекция. Если есть вопросы, задавайте. Кажется, у нас все. В следующий раз у нас тестирование, наверное. Наверное. Вот. Ну все тогда. Ага, ага. Значит, тут уже сокращенец начал про свои какие-то интересы говорить. Видимо, все. Все, если нет вопросов, значит, в следующий раз, ну, я уверю в то, что будет тестирование. И на этом до новых встреч в эфире. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok